Эта история, возможно, не стала бы такой громкой, если бы Марию Чашкину не уволили. Тем более по такой статье за физическое насилие, после которой она уже не сможет работать в сфере образования. Поэтому она предала трудовой конфликт огласке и обратилась с иском в суд. Хочет, чтобы ее восстановили в должности и компенсировали моральный вред. Ответчиком выступает 15-я школа. В данном случае посыл-то правильный, но предотвратить эти драки как-то, но метод и способ он не такой, неправильный. Благими намерениями дорога-то в ад выслана. Все началось с того, что классный руководитель первоклашек попросила другого учителя начальных классов сопроводить детей после последнего урока. Педагог Вера Серина, выступившая свидетелем по делу, рассказывает, согласилась. Но справиться оказалось сложно. Один из ребят не слушался. Тогда она обратилась за помощью к Чашкиной. Я попросила, объяснила ситуацию, что мне надо проследить, как уходят первоклассники. Что вот этот мальчик, он всех задирает. И что нужно за ним присмотреть. В этот момент у Марии Чашкиной был урок, но она вышла на помощь. После нескольких попыток утихомерить мальчика, она решила отвезти его к директору. Как это происходило, стало предметом разбирательств. Маму ребенка вызвали в тот же день в школу. А на следующий, 25 ноября, она снова обратилась к директору. Выяснились некоторые подробности. В этот же день я пришла домой, когда с ребенком. Спустя некоторое время у меня ребенок стал говорить, мама, у меня болят плечи. Я говорю, почему? Он стал переодеваться. И я увидела на руках, вот так вот получается, были пальцы. Не было синяков, еще не было, были красные пятна. Спросила, что это, он сказал, меня тетя тащила. Кто это был конкретно, выяснили у директора. Женщина рассказывает, что хотела сразу обратиться в полицию, но руководство школы предложило все уладить на месте. Несколько дней после инцидента мальчик не мог ходить в школу. Ребенок у меня просто не хотел в школу идти. Он со слезами шел и говорит, мам, я не пойду. Я ему, я не знала, уволили ее, отстранили ее. Я просто ему говорила о том, что этой тети нету, не бойся. Вот, вот только с таким настроем он шел в школу. Видеозапись с камер наблюдения в школе, где зафиксирован инцидент, уволенный учитель и мама первоклассника смотрят прямо в зале заседания. Он сказал, что он кричал о том, что отпустите, мне больно. Этого не было. Да, здесь я признаю, что я поступила грубо. Признаете, да? Да, что грубо, да. Может быть, как-то надо было по-другому развернуть. Но в тот момент мне как-то надо было этого ребенка просто отвезти в другое место. Несколько раз в ходе заседания внимание матери ребенка обращали на то, что мальчик сам вел себя довольно дерзко. Сам он объяснял свое поведение тем, что его задирали одноклассники. Не допускайте, что ребенок, когда вернулся из школы и, отвечая на ваш вопрос, описывал события, произошедшие в школе, мог рассказать вам не всю ситуацию. Мама-мальчик поведение ребенка не оправдывает, но уверена, действия учителя могли быть другими. В этом ее поддерживает руководство школы. Например, директор спрашивал, почему между собой дрались несколько детей, но в поле зрения взяли именно этого мальчика. И считает, что можно было кого-то послать с директором, а не идти к нему самим. Получается, он шел, не шел, впереди, а Мария Владимировна ее вела. Правильно я понимаю? Ну, он пытался вырваться. То есть, это было действие против его воли. Он не хотел туда идти, а его вели и пытался вырваться. Доверенное лицо педагога Чашкиной, в свою очередь, выясняло у руководства школы, кто вообще должен по правилам отвечать за детей и почему это делают чужие учителя. А вы, как лицо, отвечающее за безопасность детей, почему допустили вообще такой бардак? Почему один учитель одевает два класса? Но он не одевает два класса, он одевает один класс. Почему учитель, который не знает этого ребенка, отправляет его домой? Он даже не преподает ему никакие предметы. Коллеги Марии Чашкиной считают, что ее действия соответствовали ситуации. По их словам, после инцидента разъяснений, как вести себя в подобных случаях, руководство школы так и не дало. Нет, физического насилия не было. Мария Владимировна его просто отвела, она его не била. То есть никакого-то превышения, полномочий не было. Уже после того, как Чашкину уволили, мама первоклассника обратилась в полицию. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. В той ситуации в голове просто не было других мыслей. Все, что я знала и что я умела, я все применила в этот момент. Это была как бы безвыходная ситуация. Так что приношу свои искренние извинения, я на самом деле не хотела вашему ребенку никакого зла. В ходе заседания судья огласил заключение экспертизы. Кровоподтеки на плече мальчика действительно были, но, цитата, подобные повреждения при указанных обстоятельствах образовываться не могут. Рассмотрение дела продолжится 9 февраля. Продолжение следует...